здравствуйте с вами компания фреш форекс и артем гелий рекомендации рынка форекс на 22 марта евро наблюдать нисходящая коррекция от сопротивление 1 13 45 данная коррекция позволила продавца откорректировать цену в область нижней грани среднесрочного нисходящего канала и двух крепких уровней поддержки это отмет 1 1250 и 1 1220 уровнем цена подошла на фон низкой волатильности и на пониженных объемах что сигнализирует о послаблении краткосрочной коррекции образованы от 1 1345 высока вероятность что выше уровень 1 1250 или 1 1220 образуют консолидация с последующим отскоком цен вверх к сопротивлению 1 1345 что касается альтернатив варианта только в случае прорыв и закрепления цены ниже 1 1220 можно будет рассматривать продолжение нисходящей коррекции к ближайшему уровню поддержки 1 1125 тест уровень с большей вероятностью приведет к осколку цены и вверх фунт по фунту стерлингов образовалась краткосрочная коррекция от верхней грани среднесрочного восходящего канала и уровень сопротивлений 1 45 10 данная коррекция уже позволил продавцам пробить и закрепиться ниже уровня поддержки 1 44 35 пробой данного уровня открывает путь к 1 43 50 если тест данного уровня будут сопровождаться также на фоне низкой волатильности и пониженных объемов и перейдет в консолидацию высока вероятность осколка цены вверх к 1 44 35 и 1 45 10 что касается альтернатив варианта в случае закрепления цены ниже 1 43 50 продавцы продолжить нисходящую коррекцию к 1 42 35 среднесрочная цель коррекции это нижняя грань среднесрочного восходящего канала пока восходящий тенденция образованная вот 1 38 40 развивается в рамках восходящего канала покупатели по данному рынку сильны и в случае подхода цены к нижней грани канала это приблизительная отметка 1 41 40 также высока вероятность что цена последствий отобьется вверх и продолжить среднесрочную восходящую коррекцию австралийский доллар от сопротивления 0 76 80 образовалась краткосрочная коррекция в область ближайшего крепкого уровня поддержки 0 75 90 вблизи уровня проходит нижняя грани среднесрочного восходящего канала и к нижней грани канала цена подходит на фон низких объемов и на пониженную волатильность нисходящая коррекция выглядит крайне слабой на предстоящей торговой сессии ожидается продолжение нисходящая коррекция к ближайшему уровню поддержки 0 75 25 в области уровня проходит нижняя грань канала и высока вероятно что тест нижней грани канала с большей вероятностью приведет к осколку цены вверх обратно к 0 76 80 пока восходящая тенденция сохраняется в рамках среднесрочного восходящего канал покупатели по данному рынку все еще сильны новозеландский доллар не доходя до крепкого сопротивления 0 68 80 восходящая тенденция развернулась на краткосрочную коррекцию которая в свою очередь развивается на фоне низких объемов и на пониженной волатильности однако благодаря данной коррекции продавцы сумме закрепиться ниже двух крепких поддержек это отметки 0 68 20 и 0 67 75 настоящее время проверяется на прочность уровень 0 67 45 если выше уровня образуясь продолжитель консолидации с возможным ложным пробоем высока вероятность что цена отобьется вверх и продолжит среднесрочную тенденцию от 0 63 45 если же все же продавцам удаст закрепиться ниже отметки 0 67 45 нисходящая коррекция продолжится к следующей поддержке 0 66 85 от данного уровня также высока вероятность осколка цен вверх канадский доллар уже второй день по канадскому доллару наблюдаясь краткосрочная коррекция вверх от отметки 1 29 20 данная коррекция развивается на пониженных объемов и на фон низкой волатильности покупатели по данному рынку все еще слабая на предстоящей торговой сессии ожидаясь продолжение коррекции к к 1 30 65 в области данного уровня проходит верхняя грань среднесрочных нисходящего канала и высока вероятность что тест уровень 1 30 65 приведет к образово консолидации с последующим осколком цены вниз обратно к 1 29 20 пока нисходящая тенденция по канадцу развивается в рамках среднесрочного нисходящего канала продавцы по данному рынку все еще сильны франк по франку после ложного пробоя уровня поддержки 0 96 60 образовалась краткосрочная коррекция вверх на фоне очень низких объемов и на пониженной волатильности настоящее время данная коррекция остановилась на отметку 0 97 30 в области данного уровня проходит верхняя игра среднесрочного нисходящего канала на предстоящей торговой сессии ожидают повторный тест 0 97 30 если данный тест также не окажется пробивным ожидать осколок цены вниз к 0 96 60 и только в случае поровой уровня вниз при продавца откроется путь к 0 96 00 и среднесрочная цель это отметка 0 95 45 что касается альтернатив варианта то только в случае выхода цен из пределов нисходящего канала можно будет рассматривать продолжение коррекции к следующим сопротивлению 0 97 85 если к уровню цена подойдет на фоне низких объемов ожидается образование консолидации с последующим отскоком цен вниз и на по и не наблюдает отскок от крепкого уровня поддержки 111 00 данный уровень в третий раз тестировал на прочность был ложно пробит вниз однако продавцам не удалось закрепиться ниже уровень настоящее время от уровня наблюдать краткосрочная коррекция к ближайшим сопротивлению 112 20 данному уровню цена подходит на фоне низких объемов и на пониженной волатильности покупателей по данному рынку все еще вылет пока слабыми высока вероятно что на предстоящей торговой сеть состоится тест уровень 112 17 с последующей переход консолидации и осколку вниз обратно к 111 00 настоящее время по и не нисходящая тенденция развивается в рамках краткосрочного нисходящего канала если же уровень сопротивления 112 17 будут пробиты вверх то высока вероятно что тенденция рот коррекция роста остановится быть верхней грани канал после чего отобьет вниз рубль по рублю наблюдается очередной подход цены к уровню поддержки 66 95 к уровню цена подходит на низкой волатильности на пониженных объемов нисходящая тенденция от 85 78 может демонстрироваться послабление однако пока нету сигналов для разворота цены вверх единственное что смущает это пока не отработан гэп правило цена любит отрабатывать гэп если выше уровень 66 96 образуя консолидация ожидать оскок цены вверх к следующим сопротивлению 69 50 с последующим перекрытием гэпа нисходящая тенденция по рубль по-прежнему все еще сильна и развивается в рамках среднесрочного нисходящего канала и пока данный канал по факту не пробит вверх продавцы по данному рынку все еще сильны поэтому высоко вероятно что в случае образования коррекция 69 50 цена отобьется вниз последующих продолжение нисходящей тенденции рассматривать снижение с текущих позиций можно будет только в случае закрепления цены ниже 66 96 в этом случае перед продавцами откроется путь как 65 40 золото по золоту после ложного пробоя сопротивление 1 1263 образовалась краткосрочная коррекция вниз данная коррекция развивается на пониженных объемов и на фоне низкой волатильности необходимо отметить что данная коррекция пока еще не сильно благодаря данной коррекции продавцы сумели откорректировать цену к отметке 1 1240 если завтра данный уровень будет пробит вниз откроется путь к меню прошлой неделе это отметка 1 1224 это довольно таки сильный уровень если к этому уровню цена подойдет на факт низкой волатильности на пониженных объемах высока вероятность образования консолидации с последующим осколком цены вверх сопротивлением 1 1253 и 1 1263 также необходимо отметить что среднесрочный бывший тренд по золоту развивается в рамп среднесрочного восходящего канала в случае продолжение нисходящей коррекции при пробой 1 1224 нисходящая коррекция придется в область нижняя грань среднесрочного восходящего канала и пока данный канал все еще актуален и по факту не пробит вниз покупатели по данному рынку все еще сильны и высока вероятно что тест нижней грани канала это отметка 1 1215 приведет к отскоку цен вверх нефть по нефть настоящий время наблюдается закрепление цены выше крепкого сопротивления 41 65 пробой данного уровня произошел на афу низкой волатильности однако на повышенном объем покупателей по данному рынку все еще сильны на предстоящей торговой сеть состоит обратный тест 40 66 данный уровень уже выступает ролик лепкой поддержки если тест будет сопровождаться консолидации то высока вероятность осколка цены вверх в область крепкого сопротивления это отметка 43 25 на предстоящей неделе не доходя но до данного уровня сна развернулась вниз на небольшую коррекцию поэтому уровень сам по себе является очень сильно недельным и высоко вероятно что все же он может не только остановить среднесрочную коррекцию и даже развернуть ее вниз однако об этом можно будет говорить только после самого теста на этом все на связи был артем гелий не забывайте подписываться на обновление канала и до скорых встреч